И снова дефицит лекарств. На нехватку медикаментов пожаловались родители детей диабетиков в Казеларде. Особенно, по их словам, не хватает инсулиновых помп. Причина уже знакомая – перебои в поставках. Только мало кто задумывается о том, что скрывается за этой казенной формулировкой. Мои коллеги выяснили, когда маленьких пациентов с сахарным диабетом обеспечат лекарствами в полном объеме. Диазу диагноз сахарный диабет первого типа поставили еще 4 года. Сейчас ему 11. Для полноценной жизни мальчику необходимо много препаратов. Один из них – инсулиновая помпа. Без этого диаз не может обойтись уже 5 лет. Прибор позволяет сократить многократные инъекции инсулина до одного раза в 3 дня. К тому же у ребенка еще и ретинопатия – поражение сетчатки глаза. Только вот на все нужные медикаменты не хватает расходных материалов. Менять необходимо каждые 3 дня, но в поликлинике расходников нет. Два дня назад буквально с боем удалось получить одну упаковку инфузионной системы. Еще 4 за прошлый год остались должны. Одна коробка стоит 39 тысяч. Покупать нам не по карману. Резервуары и систему вместе получаем, потому что одно без другого бесполезно. Но поликлиника выдала уже 4 резервуара, а системы к ним нет. Такой ситуацией оказался не только ДИАС. Если смотреть на статистику диспансерного учета, количество детей диабетиков в регионе только растет. Их сегодня 126. Причем 68 из них зависимы от инсулиновой помпы. Практически каждая семья сталкивается с нехваткой расходных материалов. Каждый год у нас родители недополучают расходный материал. Они получают не вовремя и вынуждены сами покупать. В прошлом году это были сбои в перераспределении этого расходного материала. До этого тоже был у них бракованный товар. Как бы поступил, потом как выяснилось. Поэтому эта проблема и на сегодняшний день остается нерешенной. Бесплатными инсулиновыми помпами обеспечиваются все дети с диабетом до 18 лет. Из 352 аппаратов часть уже дошла до адресатов. Только вот без расходных материалов эти препараты бесполезны. Однако в управлении здравоохранения области обещают в этом году проблему с перебоями решить окончательно. В 2018 году по ряду причин действительно были задержки с поставкой расходных материалов к инсулиновой помпе. В этом году таких проблем возникнуть не должно. Весь необходимый объем будет закуплен через единого дистрибьютора. Продолжение следует...